Даши Лама Даши Лама Главная цель была сделать подношение реки Лени, так как река Лена еще впадает дальше северный ледовит океан, и соответственно подношение входит очень много освещенных субстанций, которые будут распространять, попадет северный ледовит океан, и соответственно это воздействие на весь мир. И конечно же основная еще была лекция, это про феномен бандита Хамбаламы Тегилова. То есть так как это единственный случай в истории человечества, то есть моя цель была рассказать жителям Якутии про этот феномен. Я являюсь одним из трех хранителей Хамбаламы Тегилова. Служение состоит в том, чтобы мы читаем молебны внутри храма, дворца вернее, также ухаживание за Хамбаламой Тегиловым и конечно же соблюдение порядка во время прохождения паломников. То есть как раз мы там живем и каждый день находимся там. Ну и конечно я в основном скажу, что мало бываю. В последнее время я очень часто езжу по городам России и рассказываю про этот феномен. Я родился недалеко от Иволгинского до Цана, это где-то 60 километров. Но так как я вырос в советское время, в 90-м году закончил среднюю школу, ну поэтому был обыкновенным советским мальчиком. У меня была мечта стать врачом. Ну и так как у нас семья большая, отец сказал, что мы не сможем тебя обучить столько лет. И в 91-м году, когда во время перестройки дали свободу религии и объявили набор на учебу, Иволгинский до Цан. И тогда я решил, что возможно, так как там есть тибетская медицина, что я смогу выучиться на тибетолога. Ну главная цель у меня была выучиться как раз в тибетской медицине. Но попал я на философский курс и по мере обучения я понял, что я не зря сюда пришел. И, конечно, с 91-го года начал обучение. В то время, когда я учился, это было пятилетнее обучение. Сейчас, в данный момент, это 8 лет. Если полный курс обучения, если по системе гоманда ЦАНа, это 21 год. Ну, если получить наивысшую ученую степень. Заочно я закончил также на психолога, массажиста. Да, конечно, это не возбраняется, параллельное обучение. Но потом я понял, что это было все лишнее, возможно, лучше обучаться в одной. Потому что буддизм и та же самая тоже психология. В буддизме все ментальные факторы, все они проходятся. То есть эмоции и так далее, все. Это в буддизме все есть. Потому что буддизм – это тоже и наука считается. Это не только философия, это и наука. Дхарма – это учение Будды. Идем по пути Дхармы. Цель каждого буддиста, конечно, – достичь состояние просветления. А Будда дал это учение, показал путь. И мы по этому пути идем. Визит хранителя святыни является уникальным событием для жителей нашей республики. Был совершен большой обряд подношения Луу-сад. Данный ритуал почитания хозяев воды, божеств водной стихии, имеет в буддистской религии немаловажную роль. Водная стихия на тонком уровне имеет мощную энергетику. И является, по мнению буддистов, одной из пяти главных составляющих Вселенной. Благодаря Марии, организатору, все прошло хорошо. У нас было три встречи с людьми. Поэтому, и, конечно же, видно, что люди очень довольны этой встречи. И я буду очень рад. Но в любом случае люди взяли для себя полезные. Потому что видно было и по вопросам, какие люди задавали вопросы. Я считаю, что цель была достигнута. Всем жителям Якутии я хочу пожелать гармонии. Буду достиг просветления именно срединным путем. Не надо бросаться в крайности, не надо быть фанатичным. Всегда нужно соблюдать середину. За счет этого вы добьетесь многого. И у вас будет гармония, процветание всей вашей республики. Экология природы не имеет будущего без экологии души. Экология души — это качественный уровень личностного духовного развития каждого человека. О гармонии и единстве всего созданного на планете и о многом другом выступил с лекцией Даши Лама. Благодарим за большую работу по гармонизации и развитию духовной культуры, проведенную в нашей республике. Желаем крепкого здоровья и долголетия для великого служения во благо людей и всех живых существ на планете Земля.